Всем добрый день. Меня зовут Александра Маслова. Кто не знает, я сооснователь агентства по упаковке и диджитал фандрайзингу для НКО Лама Черити. Секунду. Как я знакома со сферой вообще благотворительности, как я в нее пришла? В 2019 году я пришла в арифметику добра и была там проектным руководителем как раз по диджитал маркетингу, в том числе занималась запуском нового сайта и разрабатывала стратегию. Также я действующий бизнес-аналитик по внедрению AMA CRM. Очень ее люблю всем сердцем. Позже вам расскажу, почему и за что. Ну и также у меня большой опыт в международных компаниях и работала также со стартапами студентов бизнес-школы Сколково. Вот это совсем кратко. И давайте уже начнем. Да, это кто с нами работает. Это Радуга Омск, квартал Луи Пенза, созвездие Сердец Новосип и ресурсный центр город Екатеринбург. Это мы с Настей. Настя мой партнер. План работы на сегодня. План большой, но постараемся все успеть. Смотрите, на вопросы буду отвечать в конце, но чат читаю. Значит, мы разберем точки контакта с клиентами в диджитал-среде, поговорим подробно про сайт, про социальные сети, какие сервисы-помощники вы можете использовать в своей работе каждый день. Я сделаю подробный обзор со скринами, поговорим про единый смысл посылов в каждой точке, но я называю, что это признак уверенности и надежности, когда вы об одном и том же говорите в различных точках контакта. Естественно, планируем контент заранее. Сделаю обзор своих любимых сервисов и технологий отдельно для автоматической фиксации работы с входящими обращениями, CRM, автоимейл, автоответы в группах соцсетей. Также обсудим правила эффективной работы с клиентами внутри ресурсного центра. То есть какие-то базовые принципы делового этикета, это follow-up, поздравления с праздниками, обсудим границы общения с клиентами, они есть, нетворкинг, ну и многое другое. И в конце уже обсудим особенности работы с внешними проектами, фондами и командой, какие сервисы для этого существуют, что можно выбрать, ну и в целом, какие есть нюансы. Точка контакта с клиентами в диджитал-среде. Ну, наверное, самое главное – это ваш сайт, потому что на сайт приходят как клиенты, так и ваши партнеры, так и какие-то грантодатели, и частные доноры. То есть тут все просто. Доверяю, не доверяю, выход. Сайт ресурсного центра всегда должен быть в полном порядке и боевой готовности. Здесь на скрине сайт ресурсного центра для ЛГБТС города Екатеринбурга совсем недавно. Мы его разработали, выпустили кейс, можно перейти посмотреть. И точки контакта на сайте, да, какие есть. Контактный телефон, если он актуален, он работает, включен, до вас можно дозвониться, это важно. Если у вас почта, то почту кто-то считает, ну то есть это тоже важно. Бывает, пишешь письмо, и на него просто никто не отвечает. Какие-то форумы обратной связи, да, если есть, то они у вас обязательно подключены. Ну то есть с форума действительно приходят заявки к вам, например, на почту, если у вас нет пока никаких других интеграций. Благодарственное письмо за пожертвование обязательно приходит, ну то есть это прям must-have. Просто должно быть у всех. Обязательно посмотрите на свой сайт, что из этого у вас есть, чего нет, что можно доработать. Сервисы и программы-помощники. Сейчас говорим конкретно про сайт. Интеграция с АМО-СРМ. Я очень люблю АМО-СРМ, вчера как раз был анонс новой версии, не просто так я ее люблю. Она удобная, простая, понятная и очень бюджетная. Насколько я знаю, для НКО она даже бесплатная. Так вот, что можно сделать с АМО-СРМ? Можно интегрировать, чтобы все заявки сразу попадали в систему, как с почты, так и с каких-то форум, даже телефонные звонки. Помимо этого в АМО-СРМ можно прописать единый регламент работы для сотрудников. То есть, например, при поступлении какого-то нового обращения ставится автозадача сотруднику. Соответственно, сотрудник видит автозадачу, выполняет или нет. Если нет, может уходить какое-то уведомление руководителю. Дальше. Вы можете прописать блок-схему процессов с учетом автоматизации. Подписывать на рассылки своих потенциальных клиентов не обязательно вручную. Это может делать система. Дальше. Вы можете настраивать разные воронки и этапы для разного типа клиентов. То есть АМО-СРМ, например. Я не рекламирую АМО-СРМ, может быть любая другая, битрикс, что-то еще. Просто я ее люблю, поэтому говорю о ней. То есть вы работаете с разными типами клиентов. Это могут быть фонды, это могут быть конечные благополучатели. И для каждого из этих клиентов вы можете настроить свою воронку, этапы, по которым движется ваш клиент на протяжении работы. Но это не касается прям продажи. Это может быть продакшн, что вы конкретно предоставляете услуги по каким-то этапам. Это очень удобно. То есть ваш сотрудник видит наперед, что у него в следующем этапе. Можно настроить автоматическую постановку задач сотрудникам, как я уже сказала. Сразу видна вся информация о клиенте. Переписка файлов. То есть все в режиме одного окна вы с клиентом видите. Автоматизация рутинных действий сотрудников. Ну, то же самое, да, про письма, про подписку на рассылки. Про даже диджитал пайплан, воронку, но я про это дальше поговорю. То есть вы можете настраивать рекламу на определенных сегментах ваших клиентов автоматически. Это очень круто. Так, это такой небольшой обзор интерфейса AMO CRM. Вот примерно таким образом выглядит карточка контакта. Вы можете позвонить прямо из AMO CRM, сразу забегу и вперед, что это несложно интегрировать. То есть это может быть выглядит как-то там супер технологично, но на самом деле это буквально пара дней, чтобы все настроить. Заявка вот тут, да, мы видим, что есть какая-то заявка на сайте, сразу она попадает в CRM, подтягиваются необходимые поля и так далее. Очень удобно. Следующий скрин мы можем фиксировать и назначать какие-то автодействия. При входящем звонке, например, мы делаем то-то. При заходе на сайт мы ставим задачу сотруднику связаться с клиентом. При заполнении анкеты, там посмотреть анкету, провести квалификацию клиента. Какой это клиент, а кто это вообще, какой тип, в какую воронку его отнести. Счет оплачен, наверное, не актуально, да. Ну, при смене ответственно, что-то еще, при переходе в следующий этап. При, например, когда у вас успешно сделка завершена, может поставиться автозадача, взять отзыв и так далее. То есть все это можно настроить, и это и будет эффективная коммуникация. То есть CRM-ка позволяет очень много сделать. И как раз для работы, ну, не с частными донорами, а вот конкретно с корпоратами, да, с клиентами. Также вы можете интегрировать свои соцсети с AmoCRM, да, это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. То есть все заявки, все комментарии, которые у вас пишут вам, да, в группах или на странице, они также подтягиваются в систему. Вы ничего не пропускаете и всем отвечаете прямо из одного окна, да, то есть все в режиме одного окна. Да, прямо в Инстаграм, в Директ можно ответить вот-вот отсюда вот. Ну, это очень круто. В общем, ну, вы поняли, я фанат AmoCRM. У нас у самих AmoCRM, у AmoCherity и у многих бизнес-клиентов. Вы можете подключить также неограниченное количество почтовых ящиков к своему аккаунту, и все письма также будут попадать неразобранные, вы будете их видеть, ничего у вас не потеряется. Вот в последней версии буквально вчера анонсировали, что в AmoCRM теперь очень быстрая и простая интеграция с WhatsApp, Viber и Telegram. Ну, да, это просто бомба. Вот. Идем дальше, да, включить звук рабочей почты. Ну, хотя бы базовая. Потому что иногда бывает, что вам приходит почта, вы не видите, что вам пришла почта, в итоге клиент видит ответ через неделю. Как минимум это может быть не актуально, как максимум, ну, наверное, не совсем красиво и портит вашу репутацию, да. Если у вас совсем прям никак, то можно настроить автоответчик и заготовить заранее какие-то шаблоны на часто задаваемые вопросы, да. То есть это облегчит жизнь не только вам, но и клиенту, который быстро получит ответ и будет доволен, и будет вас рекомендовать. Ну, и еще часто так бывает, что заявки с сайта, если у вас как-то некорректно может быть что-то настроено, попадают просто в спам. Проверьте по спам, возможно, вы там найдете какие-то неотвеченные письма клиентам. Идем дальше. Переадресация вызовов на сотовый. Если у вас нет возможности все время находиться рядом с городским телефоном, попробуйте настроить переадресацию на свой сотовый, да, возможно, по какому-то графику, да, чтобы вот так вот не полить шнурок, ну, и отвечайте тогда, когда вам будет удобно, но все же не теряйте звонки клиентов. В идеале, конечно, все звонки фиксировать. CRM, ну, прям огонь, но если у вас Excel, то тоже можно. Можно сделать IP-телефонию, можно просто купить городской номер, с которого будет уже переадресация также на ваш сотовый. Ну, а там будет переадресация, например, по умолчанию всегда. Это очень удобно. А городской номер – это про доверие, да. То есть городской номер все-таки у ресурсного центра должен быть. Идем потихонечку дальше. Поставить кнопку обратной связи на сайт. Можно подключить большинство мессенджеров, а также чаты и обратный звонок. То есть конкретно этот скрин, не знаю, CRM, ну, потому что это на самом деле удобно, и вот это бесплатно. То есть вы можете эту кнопку поставить абсолютно бесплатно, просто будучи пользователем Ама. Вот вы здесь видите Telegram, ВКонтакте, Viber, WeChat, Skype, WhatsApp, Instagram. Там есть свой онлайн-чат у Ама и мессенджер. То есть с вашей страницы на Фейсбуке все заявки сразу будут попадать к вам также в Ама и CRM. Можно настроить внешний вид кнопки, можно настроить приветственное сообщение, можно подтянуть фотографию, которая будет у вас высвечиваться. То есть это все настраивается, это все про то, чем быстрее вы ответите клиенту, чем удобнее ему будет с вами связаться, тем выше вероятность того, что он будет непосредственно вашим клиентом, а не потенциальным. Социальные сети. Идем дальше. Здесь вы видите скрины арифметики добра и квартал Луи. Взяла за пример, потому что в арифметике мы как раз оформляли хайлайтс и шапку, а квартал Луи мы им разрабатывали сайт, и они уже сами оформили хайлайтс по стилистике сайта. То есть в шапке профиля обязательно должна быть кнопка позвонить или написать. То есть вы просто регистрируете как бизнес-аккаунт свой Инстаграм, и там появляются эти две кнопочки. Опять же, удобство для ваших клиентов. Дальше, следующие вопросы и комментарии под постами. Смотрите, ну, помимо того, что вы знаете, да, что на них нужно отвечать, их проверять, но чтобы их не пропускать, настроите какую-нибудь интеграцию. Ну, если у вас нет АМА-СРМ, подключите какого-то бота. В Телеграмах очень много, да. Опросы, сторис, розыгрыши. Для того, чтобы повлекать аудиторию в деятельность своего центра, ну, не пресгуйте их проводить, и почаще. Марафоны, прямые эфиры, то же самое. Дайте попробовать на вкус, да, кто вы, что вы, чем вы можете быть полезны. Сообщения в директ, да, то есть администратор должен быть на связи. ВК, ФБ, Инстаграм. Если вам пишут сообщения, ну, дурной тон, да, ответить через неделю, я уже говорила. Проследите, чтобы этого, ну, как можно меньше у вас было, да. Отзывы. Просите, не забывать, благодарить. Это важно. То есть, если вы сделали кому-то хорошо, почему бы не попросить отзыв? Ну, это работает на вашу репутацию, на ваш бренд, как сегодня уже спикеры до меня говорили. Ну, и базово настроить какой-то автоответчик, если у вас действительно нет возможности отвечать всем сразу. Если вы один многорукий многоног, отвечаете за соцсети, и настроите какой-то автоответчик. Тоже вариант, почему нет. Сервисы, программы, помощники для соцсетей. В общем, коллеги, я здесь делюсь тем, чем пользуюсь я, мои любимчики, поэтому начнем. Pages Manager. Базовый, не знаю. Возможно, кто-то знает, кто-то нет, но мне сказали, что будет очень разная аудитория, поэтому рассказываю подробно. Приложение Pages существует для телефона, его можно скачать. Также фиксирует все обращения и комментарии Instagram, группы на Facebook. Но для этого у вас к вашей странице на Facebook должен быть привязан Instagram. Тогда, соответственно, все комментарии вы можете видеть здесь, ничего не пропустите. Вот как раз на скрине я показала стрелочкой, где находятся эти комментарии. Вот у нас тут последний комментарий, был отзыв. Вот они, два непрочитанных, два отзыва как раз. Также вы можете здесь посмотреть быструю сводку по статистике страницы, по публикациям, увидеть охват, количество взаимодействий, переходов по ссылкам, кнопкам. Вы можете вот здесь как раз привязать аккаунт прямо в этом приложении. И очень прикольная штука, что вы можете планировать публикации здесь заранее. Есть черновик публикаций, есть запланированные публикации, можете выставлять время. И также можете управлять рекламой прямо из этого приложения на телефоне. Это очень удобно. Создать какое-то мероприятие, кстати, тоже можно в режиме одного окна. Вот, очень полезное приложение. Идем дальше. Тап-линк. Это больше ссылка для шапки Инстаграма. Вы можете разместить здесь всю необходимую информацию. То есть это одна ссылка, которая указывается в шапке, но при нажатии мы видим вот такое вот развернутое меню. Вы можете указать здесь свои программы, ближайшие вебинары, марафоны, какие-то другие ваши продукты, например. И вот здесь вот маленькое окно. Надеюсь, вам видно хорошо. Что можно добавить? Можно какие-то вопросы-ответы добавить. Можно подключить мессенджеры. Можно добавить видеоролик какой-то о вашем ресурсном центре, например. Можно даже добавить в карту какой-то таймер. Что еще? То есть вот эта штучка очень-очень полезная. И еще к ней можно прикрутить UTM-ку и также отслеживать в Яндекс.Метрики переходы. Ну, в принципе, вы их будете видеть и так. Дальше. Лидфит. Автоматическая отправка, приветственные письма новым подписчикам, плюс работа с комментариями. Тоже очень классный сервис. То есть при подписке к вам в аккаунт человек автоматически получит сообщение, в котором вы можете кратко рассказать, кто вы, чем можете быть полезны, о чем пишите у себя в блоге, да, и поприветствовать. Но это приятно. Кстати, также Лидфит можно интегрировать с Телеграмом. Это все делается в один клик. Я сейчас вот все, что говорю, это все можно делать своими руками. Не нужны программисты, не нужны специальные знания. Нет, это все просто. То есть можно сделать вот самому прямо там после, прямо сейчас можете сделать. Вот. Соответственно, мгновенные уведомления вы получаете. Идем дальше. Превью. Очень классное приложение. Также для телефона. Оно бесплатное для планирования контента и ленты аккаунта. Здесь вы можете, то есть вы регистрируетесь, заходите под своим логином, паролем Инстаграма, в который планируете опубликовать посты. И просто планируете ленту, чтобы она была красивая. Ну, как-то компонуйте свои фотографии. Это все так же влияет на восприятие, чтобы у вас не было там вырви глаз, грубо говоря, или чего-то еще. Вы заранее спланировали, и у вас красивая лента. Можете добавить одну фотографию, можете добавить сразу карусель. Сервис это позволяет сделать. Можете сделать репост. Также здесь подключен очень мощный фотосток, который называется Unsplash. Free Photos. Вы здесь можете выбрать какую-то стоковую фотографию симпатичную. Ну, например, если у вас какой-то анонс вебинара, и вам нужна просто фоновая фотография, чтобы нанести на нее текст. Вы можете сделать фото прямо в приложении видео. Дальше, когда выбрали фото, вы можете сразу наложить какие-то фильтры на него. В сервисе также встроен редактор, очень хороший, мне его, в принципе, хватает. То есть я пользуюсь этим приложением. Также вы можете здесь добавить текст сразу к посту и сохранить его. Здесь вы видите еще хэштеги, но это в платной версии. Можете создать группу хэштегов, которые автоматически добавляются к вашим фотографиям, и запланировать пост, и он выйдет в нужное вам время. Здесь вы видите как раз ленту, как ее скомпоновала. Так и решила завести себе рабочий блог совсем недавно. Смотрите, здесь вы можете… Прошу прощения. Голос предательский садится. Вы можете перетаскивать фотографии просто в ручном режиме, очень удобно, и формировать ленту. Так, я смотрю по времени, надо ускоряться. Ускоряюсь. Имейл-рассылки. Тоже очень важная штука. Не забывать про свою базу и активно с ней взаимодействовать. Это могут быть приветственные письма, обязательно, да, информационные письма. У вас проходит такой-то вебинар. Продающие, развлекательные, какие-то ланчи, да, прогрев, подготовка перед событием. Здесь справа показан, скажем так, краткий ролик, небольшой, как выглядела рассылка для арифметики добра по сегментам программной деятельности. То есть, если человек жертвовал на определенную программу, он подписывался на определенную рассылку. Для чего нужно, повышает многократно конверсию в платежи и так далее. То есть, если человек, ему интересна эта программа, он получает эту рассылку, логично, он доволен, счастлив. Сервисы стандартные. GetResponse, Unisender, MailChimp. GetResponse русифицированный. Он бесплатный или там что-то чисто символическая оплата. Unisender, да, MailChimp, да. Unisender и MailChimp легко интегрируются с WordPress, своим клиентам, выключаем мы их к сайтам именно, плагины. Дальше. Примерно так выглядит табличка по email-рассылкам, да. Ну, условно, да, вы можете сфоткать, потом сделать какую-то свою. То есть, вы разбиваете на сегменты и дальше по сегментам прописываете. Вот у нас есть неделя знакомства. У нас есть серия вовлечения 1, серия вовлечения 2. У нас есть Welcome Mail. Здесь вы прописываете темы рассылок, истории семьи, чего-то там еще, да, расписание занятий школы. Потом, например, вы даете какую-то плюшку, приглашение на мероприятие или какую-то электронную книжку. Дальше рассказываете историю, потом показываете социальные доказательства, ваши отчеты, наши партнеры и так далее. Ну, то есть, об этом можно говорить еще очень-очень много. Это тема, наверное, отдельной презентации. Поэтому идем дальше. То есть, вот такую штуку можно сделать и очень удобно с ней работать. Подключение сервисов и интеграция с AmoCRM. В общем, все не так страшно, как может показаться. Вот как бы Pennywise на это намекает. Все соцсети, как я уже сказала раньше, можно интегрировать с AmoCRM. Это несложно, повторюсь. То есть, AmoCRM действительно очень простая. У нее открытый API-ключ. То есть, все делается практически в пару кликов. Ну, то есть, почему многие не делают, я не знаю. Но это несложно, друзья. Серьезно, это несложно. Идем дальше. Создание писем для email-рассылок. Значит, тут я подготовила прямо небольшой такой, скажем так, порядок действий. Что можно сделать, если у вас нет дизайнера, и вы многорукий-многонок. Но такое часто бывает в ресурсных центрах. Есть такой чудесный сервис Creative Market. Вот тут все ссылочки снизу есть, можете записать. Там можно найти потрясающие шаблоны. Они недорогие. То есть, 10-15 долларов, вы найдете что-то совершенно потрясающее. Ну, то есть, приличное. Дальше. Что вы делаете с этими шаблонами? Вы берете шаблон и идете в канву. То есть, все шаблоны на Creative Market фактически адаптированы для самостоятельной редакции в канве. Или, ну, иллюстраторы уже не все могут, но смотрите, чтобы был значочек, можно редактировать в канве. В канве вы это дело редактируете. Если у вас есть свои фотографии, супер. Если у вас пока нет фотографий, следующий пункт, третий, это можно пойти на Unsplash. Это очень крутой фотосток. И найти практически все, что нужно. И четвертый пункт, это The Now on Project. Это очень классный сервис, где просто миллиард различных иконок. Их можно скачать бесплатно и использовать и в e-mail, и на сайт, и в каких-то коммерческих предложениях, в чем-то еще, в презентациях. Я этот сервис, наверное, открыла 10 года назад и регулярно им пользуюсь. Очень классно. То есть, мне нужно просить дизайнера что-то отрисовать. Вот мне нужна такая моделька или вот такого человечка. Все вот это вот здесь есть. Ну и, соответственно, дальше вы просто берете письмо и загружаете его в сервис рассылки. Так, идем дальше. Tilda, генератор UTM-меток. Тоже мой помощник всегда, потому что любые коммуникации нужно отслеживать. А как их отслеживать? Прикручивать UTM-ки к любой ссылке, которую вы даете в пепличном пространстве. Вы можете здесь, опять же, привязать источник компании, тип трафика, что это, email, баннер, что-то еще, название компании, какая-то именно акция у вас. И какие-то необязательные параметры. Можете ключевое слово, например, 30% скидка, что-то еще. Это генератор от Tilda. Тоже здесь есть ссылочка. Очень удобная штучка. Смотрите, друзья, все точки контакта, естественно, мы разобрать не успеем, поэтому я их просто перечислю. А дальше покажу также полезные сервисы, которыми я пользуюсь, которые прям мои такие помощники, самые любимые. Все, что я говорю, это вот именно мое, что каждый день у меня в работе. Другие точки контакта, какие могут быть с аудиторией, вашей коммуникации. Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, email, рассылки проговорили, СМИ, YouTube-канал, радио, телевидение, какие-то блогеры, амбассадоры. Это ваш офис, это какие-то флайеры, это коллаборации с брендами, это ваши визитки, которые, кстати, говорят о многом. Что она у вас аккуратная, на ней есть вся информация, она у вас всегда с собой и так далее. На ней есть какой-то, не знаю, QR-код. У меня, кстати, под рукой просто визитка. Вот, видите, тут есть QR-код и так далее. То есть подробно. Выступления на форумах, конференциях, тоже точка контакта. Какие-то платежные терминалы, технологические партнерства, фирменный мерч, краудфандинговые платформы, какие-то конкурсы. В общем, очень много всего, в том числе и личный блог. Давайте пойдем по сервисам. Я просто смотрю по времени, чтобы мы успели с вами. Любимые помощники. В общем, от души и сердца, как говорится, делюсь, что люблю. Генератор QR-кодов. То же самое. Вам не нужно просить программистов или кого-то еще, чтобы вам сделали этот QR-код. Вы его можете сделать сами. Также буквально в пару кликов. Вот здесь есть ссылочка. То есть вы можете написать адрес, вы можете прикрепить сюда какую-то фотографию, свой логотип, текст, ссылку на Facebook и так далее. И просто скачать. То есть скачать и уже сможете вставить на визитку, на какой-то флайертиш. То есть все это используется в основном для наружных носителей, чтобы отслеживать также коммуникации. Какой-то баннер у вас где-то висит, в реальном смысле в офлайне. Вы там сделали QR-код и переход по нему вы фиксируете. Янекс.Метрики. Да, UTM тоже привязываем. Идем дальше. Разделение текста на абзацы в Инстаграм. Кто-то знает, кто-то не знает. На всякий случай скажу. Бот называется так. Text for InstaBot. Заходим в Telegram, находим его, отправляем туда текст с пробелами, как мы хотим. И он нам его отправляет уже с тем невидимым знаком, который так нужен для того, чтобы был воздух как раз в абзацах. Просто потому, что текст таким образом читается. То есть это не выглядит портянкой. Это удобно. Если кто-то знает, супер. Идем потихонечку дальше. Коллеги, друзья, вы со мной? Дайте мне знак какой-нибудь плюсик, пожалуйста. Так. InStories. Следующее приложение. Позволяет быстро создавать красивые анимированные истории. Здесь огромное количество шаблонов. Также приложение для телефона. То есть есть платная версия, есть бесплатная версия. Если вы прям активно развиваете свой Инстаграм, можно воспользоваться платной. Есть все. Ну просто есть все. Можно выбрать. И это выглядит очень профессионально. Ой, супер, друзья. Я когда вижу обратную связь, у меня сердце, душа радуется. Ага. Так, идем дальше. Pinterest. Что мы здесь берем? Мы берем идеи для вдохновения. Здесь очень много инфографики и полезных чек-листов. Да, на английском языке. Но, как правило, там очень короткие и емкие фразы, которые либо по интуиции можно понять, что это, либо все-таки перевести. Если вы напишите что-то там из разряда fundraising, например, или digital marketing, или digital marketing charity, что-то такое. То есть вы получите очень много красивых таких чек-листов, и причем полезных. Можно скачать их, русифицировать, ну и даже как-то использовать уже в коммуникации со своими клиентами. Идем дальше. Дальше, что еще у меня всегда под рукой? Это Google Диск. То есть, да, вместо открыть почту, отправить файли, как где правки, отправить доступ просто с возможностью комментирования. Не знаю, кто-то так делает, кто-то не делает, но просто имейте в виду, что это реально очень-очень удобно. И следующий сервис, которым я узнала, наверное, лет пять назад из книги «Лайфхаки» Игоря Мана. Не знаю, сейчас она книжка, по-моему, мне кажется, она даже не публикуется, но может быть и есть. В общем, Drop Me Files. Бесплатный сервис для мгновенного обмена данными большого размера объемом до 50 гигабайт. Например, вы находитесь не за своим компьютером, вы нашли какой-то офигенный ролик или что-то еще. Ну, в общем, что-то тяжелое, что вам нужно передать себе, а у вас нет доступа к своему Google Диску, например, или к почте. Просто заходите на этот сайт, Drop Me Files. Никакая регистрация там не нужна. Кидаете прямо вот сюда свой файл папку до 50 гигабайт, внимание, и просто отправляете кому. Поэтому приходит ссылка, вы можете ее скачать потом со своей почты. Это очень удобная штучка, меня выручала просто не один десяток раз, в том числе, когда нужно передать огромное количество контента, тяжелых фотографий или чего-то еще. Так, идем дальше. Lightroom. В общем, это приложение для обработки фотографий в Instagram. Для того, чтобы, опять же, ваши клиенты видели, что вы о них думаете и заботитесь, они постите первое, что попалось под руку, базово. Вот есть такое приложение от Adobe. Здесь есть офигенная штучка, называется авто. Автокоррекция. Вот это, кстати, моя собака Ричи. В общем, что вы делаете? Загружаете фотографии, нажимаете авто, получаете результат. Хотя бы так. Это реально занимает 5 секунд. Все. Фотография уже по минимуму обработана и выглядит гораздо лучше. И уже такое фото вы можете запостить. То есть это будет выглядеть профессиональней. Чем профессиональней, тем больше к вам доверия как к ресурсному центру, как к компании. То есть, как минимум, вы заморачиваетесь над тем, чтобы у вас все было красиво. Дальше. Mindmaster Xmind. У кого Windows Xmind можно скачать, по-моему, бесплатно. Но у кого Mac в общем сторона тоже можно скачать бесплатно. Удобно работать со структурой чего-либо. Карта сайта, схема онлайн-тренинга, работа с сегментами клиентов. То есть очень удобно. Просто даже поразмышлять на какую-то тему. Я часто использую в работе именно для составления карты сайта и для составления презентации тренинга, о чем я хочу сказать. И дальше уже по веточкам распределяю. И потом уже я делаю из этого презентацию, добавляю гифки и так далее, чтобы вам было приятно. Дальше. Следующее приложение для монтажа коротких видеороликов. Называется оно InShot. Я его очень-очень люблю. Ролики здесь монтировать безумно просто. Сможет каждый. Не нужно специальных навыков и знаний, повторюсь. То есть вот реально вы взяли, сняли какой-то ролик и сами можете его смонтировать. Здесь можно добавить музыку, обрезать, добавить какой-то текст, ускорить. По-моему, там в 10 раз можно ускорить ролик. То есть это в один клик. И сразу выгрузить, сохранить. Потом куда-то загрузить, куда вам нужно. В Instagram, на Facebook и так далее. Очень удобно. Прям всегда по-другой. Идем дальше. Это прям моя любовь. Приложение называется GIF. Можно найти GIF на любую тему. Сохранить в нужном формате абсолютно все бесплатно. Я здесь беру GIF для своих презентаций. Я очень люблю их выбирать. Ну, то есть, скажем так, в рамках моего мира какого-то. То есть в моих презентациях это допустимо. У кого-то нет. У кого-то все серьезно. В общем, у меня можно тут и GIF. Идем дальше. Calendly. С этим сервисом меня познакомила Вика Щелкова не так давно. Вика, тебе огромное-огромное спасибо. В общем, этот сервис позволяет быстро договариваться о времени встречи. Вы просто отправляете ссылку на свой график клиента, и он уже выбирает время и записывается. Есть связка с Google календарем с вашим, поэтому никаких накладок по расписанию не бывает. Их просто не может получиться. Реально очень удобно. Потому что, ну, вы сами знаете, да, вот этот пинг-понг. Я могу тогда, а я не могу в 10, а я могу в 11. Просто отправляете ссылку, все, у вас все сделано. Кстати, вчера, сразу скажу, да, когда анонсировали новую версию AMA CRM, сделали интеграцию с Calendly. То есть теперь в один клик вы можете просто отправить также клиенту ссылку, и она подтянется в карточке. Я мега ускоряюсь. У нас осталось буквально 10 минут. Вот важный нюанс. В каждой точке контакта должен быть единый смысл и суть. Как я уже сказала в самом начале, это признак уверенности и надежности, да, ценности, качества. Планируем контент заранее. Это прям важно, но я не буду останавливаться. Об этом вам еще скажут другие спикеры. Кто-то уже говорил. Правила эффективной работы с клиентами внутри ресурсного центра. Собственно говоря, клиенту можно и нужно не все. Парадигма клиент всегда прав, работает не всегда. Разбираемся, что и как. Регламенты нормы клиента ориентированности. Тут такая вот у нас милая гифка и работающие КОТЭ. В общем, зафиксируйте все основные бизнес-процессы и детально опишите порядок действий каждого из сотрудников, а также скорость реакции и время на решение задачи, проблемы, обработку почты и так далее. Опять же повторюсь, в режиме, в ручном режиме это будет сделать, ну, наверное, сложно, но возможно. Если мы говорим про интеграцию с CRM-системой, то там это делается также в пару кликов. То есть вы фиксируете, что в течение пяти минут после поступления заявки от клиента она должна быть обработана, ставится автозадача менеджеру. Если он ее не выполняет, она подсвечивается просроченным, и это видит руководитель. В общем, очень удобно. Дальше. Пишите бизнес-процессы для действий по каждому типу клиентов. Фонды, конечный благополучатель, какие у вас есть еще типы, и оформите воронку. CRM или, если прям не хотите CRM, или кажется, что сложно, повторюсь, это несложно. Ну, или Trello. В Trello также можно выстроить какую-то воронку, но просто это будет менее удобно, потому что нельзя сделать интеграцию с миллионом и одним сервисом. Так будет видно, куда вы идете, какой следующий этап и что делать, чтобы не было вот этого хаоса, а что же у нас следующим этапом. У вас все будет перед глазами. В общем, классная гифка, спасибо. Деловая переписка. Проверяйте наличие актуальной темы письма. То есть, ну, это действительно важно, да, это какая-то этика банальная, да, чтобы у вас тема письма не тянулась 10 писем, одна и та же, там, заявка с сайта, когда вы уже обсуждаете, например, условия оплаты. Дальше. Ваша подпись может быть дополнительным маркетинговым инструментом. В свою подпись вы можете добавить, например, анонс вебинара с гиперссылкой, подписку на вашу страницу на Facebook, например, или что-то еще. То есть, используйте по максимуму, так, 5 минут. Не пересылайте письма перепиской внутри другого человека. Иногда они могут заменить Санта-Барбару с вами в главной роли. К сожалению, мне приходилось пару раз такое читать. Это выглядит просто нелепо. Смотрите просто, отслеживайте, да. И старайтесь писать клиенту фоллоу-ап, резюме после важного разговора или встречи. Это важно. Вы фиксируете ваши договоренности, отправляете письмо, показывайте свои серьезные намерения и, соответственно, не забывайте на следующий день, о чем вы договорились. Ну и последнее. Старайтесь отвечать на почту в день обращения. Клиент не будет ждать ответа до старости. Он идет в другой ресурсный центр. Автоответчики в помощь, как я уже говорила, если не получается сразу. Границы. В общем, да, вот это коммуникейшн. Помните, что клиенту можно не все, а не давайте выкручивать вам руки. Это мое золотое правило, потому что действительно некоторые не могут, не чувствуют, скажем так, границы. С кем и как вы работаете, решайте только вы и фиксируйте в рекламе, чтобы донести до сотрудников. Это важно. Вы должны точно понимать, с кем вы не работаете и как определять таких клиентов на входе. Сделайте какую-то анкету квалификации с вопросами. Это сэкономит вам кучу времени в дальнейшем. Приведу пример. Совсем недавно к нам в Ламо Черити обращался благотворительный фонд на разработку сайта. И в процессе разговора, как бы так сказать, мы поняли, что этот фонд не чистоплотный, скажем так. Фактов не было, но тем не менее. Есть сарафанное радио и так далее. В общем, в работе мы в сотрудничестве отказали. То есть мы точно знаем, что мы не хотим, потому что у нас есть свои какие-то правила, границы. Мы за чистоплотность и все-таки порядочность. И пропишите четко, где проходит граница между ну пожалуйста, пожалуйста, и начинается ваш минус. Это важно. То есть да, конечно, все мы хотим сделать больше добра, но если мы говорим про цифры, то нужно понимать, что что-то уже переходит в минус. Идем дальше, бежим. Нетворкинг. Старайтесь поддерживать и развивать с клиентами дружеские отношения. Как минимум, поздравляйте с праздниками. Я еще раз повторюсь, это можно сделать автора ссылками. Как максимум, знаете, как зовут домашнего питомца Марии Васильевны, и нашли для него чудо доктора в Коломне. Опять же, да, если это не противоречит каким-то вашим личным границам или границам по регламенту работы ресурсного центра. Дальше, что я еще могу сказать? Посещайте тематические мероприятия в качестве спикера. Также вы сможете не только познакомить потенциальных клиентов с вами, да, и вашим центром, но и пообщаться лично на кофебрейках. Понятные этапы работы с клиентом, проектом. В общем, прежде всего, вы сами должны знать, какая цепочка этапов работы с клиентом у вас есть, да, и куда вы движетесь. О чем я говорила, это про воронки для каждого типа клиентов. Ну, это очень удобно. Сарафанный маркетинг, да. Просто помните, что все мы люди и общаемся между собой. А еще земля круглая. Не забывайте просить отзывы и благодарить своих клиентов. Также, если, опять же, да, клиенту все понравилось, не стесняйтесь спросить, подскажите, там, кому из вашего окружения мы также можем быть полезны. И вы удивитесь, потому что действительно скажут и дадут номер проверено на личном опыте. Вот. Ну да, дарите корпоративные сувениры и стимулируйте говорить о вас. Акции, бонусы, фичи, какие-то марафоны. В том числе, да, тот, который проходит сейчас. Уважение и вежливость. Относитесь к клиенту уважительно и вежливо, как если бы он был вашим лучшим другом. На равных, но без подобострастия и трепета, да. Второе, это не переходить на ты без разрешения. Это очень просто, но как бы многие игнорируют. Некрасиво. И последний пункт. Отвечать на сообщения в мессенджерах, если визави видят, что вы их прочитали. Ну, на мой взгляд, это просто та же самая этика. Заднее время ответить, как бы время найти можно, чтобы ответить. Если прям никак, автоответчик то же самое вам поможет. Digital pipeline, да, excuse me. Вы также можете прогревать клиентов, автоматически настроив и подключив рекламу к своим воронкам продаж. Я покажу на примере Ама. Все, у меня пара минут уже. Что вы можете настроить? Автоматически подключить свой рекламный кабинет к воронке и показывать рекламу на нужном этапе продажи вашему клиенту или продакшену, да, если это до продажи идет уже внутри. Какие-то автозадачи ставить, привезите на сайт и так далее. Не могу останавливаться, времени нет. Сервисы для работы с внешними проектами и командой. Какие бывают? Да, и после работы не сжигайте мосты, чтобы не было вот такого вот. Это work section, частично бесплатный, очень удобно работать с командой, с проектами. Есть график Ганта, очень классный. И, по-моему, даже если он платный, там переход через... какое-то количество участников, ну, тоже там чисто символическое. Slack частично бесплатный, тоже удобно. Trello бесплатный, Amasera M платный, но для НКО вроде бы бесплатный. Ну, и чаты, группы, Telegram, WhatsApp удобно, но, как правило, информацию вы потом не найдете, и поиск там неудобный. Поэтому что-то вот из вышеперечисленных использовать удобно. В общем, все, друзья, мы уложились. Спасибо вам за внимание большое, за комментарии.